Я благодарю самого Создателя за привлечение в пространство моих любимых друзей позитивной энергии исполнения желаний. Я благодарю ипостасию Творца, которая проявляется через семь важных планет в нашей Солнечной системе — Солнце, Луну, Марс, Венеру, Меркурий, а также Юпитер и Сатурн. Я благодарю Юпитер и Сатурн. Я благодарю эти ипостасии Творца, которые помогают моим друзьям в исполнении их желаний. Друзья, это церковная, белая церковная магия. Магия в церкви делается лучше всего. И сказано в Писании, если два или три человека собираются во имя моё, я посреди них. И сейчас я благодарю Творца за то, что мы с вами вместе сейчас загадываем желания, которые исполнятся. Эти желания должны касаться вас, вашей личной жизни, вашего успеха в делах, вашей семьи, вашего здоровья. Все желают только для себя. Именно в это время, время 21-е, 22-е декабря, 20-го, и на весь 21-й год каждый желает только для себя. А я хочу сейчас призвать все силы небесные, ваших ангелов-хранителей, ваших ангелов-покровителей, на то, чтобы помогли вам исполнить ваши желания и привлекать ваше пространство счастья, любовь и благополучие. Здесь четыре основные сферы в вашей жизни. И вот четыре карты. Это карты-иконы, которые помогут вам исполнить ваши желания в четырёх сферах вашей жизни. Это такие сферы, как самая главная реализация себя, ваш жизненный путь, ваша реализация талантов в профессии, в том, чем вы занимаетесь для себя в карьере, в реализации своих талантов. Это первая карта, вот эта. Затем идёт вторая карта. Это вторая сильная ипостасия вашей жизни. Это мы делаем кардинальный крест. Это самое главное, что есть у человека. Это его дом, его родной дом. Вот здесь. Это ваша семья, ваш родной дом. И это ось, работа, дом. Сейчас будут выполняться ваши желания, исполняться на оси. Работа, дом. И ещё одна ось – это личность ваша, это здоровье ваше, это ваши силы, это ваш иммунитет, это крепкое физическое, ментальное и эмоциональное здоровье. Вот эта карта, икона, вам поможет исполнить все ваши желания в этой области. А также ещё четвёртая карта – это партнёрство, любовь. Это тот человек, самый близкий, самый главный в вашей жизни. Если он есть или ещё пока его нет, он обязательно будет исполниться здесь, ваше желание. А я хочу поблагодарить высшие силы ваших ангелов, хранителей, спасителей за защиту от любого негатива. Все ваши враги, которые сознательно творят зло, возвышаются за ваш счёт в профессии, либо возвышаются за ваш счёт в личных отношениях. Все эти люди получат за их поведение от высших сил обратку. А вы будете благословены, поскольку вы никому не желаете зла. Вы живёте своей жизнью, и вы никому никогда не делаете зла. А вы приносите пользу людям, и у вас будет всё прекрасно складываться, вы будете очень счастливы. Это магическое видео даст вам в портал в изобилии и в счастье. А я сейчас приступаю к тому, что я вам расскажу, проинтерпретирую эти карты, чтобы немножко помочь их понять, а вот этот священный огонь вам поможет. Как вы видите, здесь четыре основные планеты. Это Солнце. Солнце — это планета в астрологии. Это ваш успех, жизненный путь. Луна — это ваш личный жизненный путь. У нас здесь есть Марс. Это ваше желание жить, творить и двигаться дальше по жизни. И Венера — это ваш портал просто в удачу, когда человек совершенно просто получает подарки судьбы. И ещё я призываю здесь на помощь, конечно, Юпитер и, конечно, Сатурн. Им самое большое благодарение, этим двум великим планетам, которые сейчас движутся к Солнцу. Их идёт священное соединение в знаке Водолея. А знак Водолея есть у каждого в гороскопе. И знак Водолея означает любовь, расширение своих горизонтов. Знак Водолея есть у каждого в гороскопе. И он означает свободу воли, свободу действия, свободу любить, творить и жить радостно. Итак, в знаке Водолея происходит это соединение. Поэтому всем людям на земле, Водолея — это все люди на земле, объединитесь, люди, в молитве, в жертвоприношении любви. И жертвоприношение любовь — это когда сердце полно любви, и нет в нём ненависти, и нет в нём предательства, и нет в нём ничего жёсткого. Итак, вот теперь это соединение. А следующий весь год, 21-й, будет происходить движение двух планет великих, Юпитера и Сатурна, прямо к Солнцу. И всё, весь этот год, 21-й, ваши желания будут исполняться. Это видео можно будет пересматривать целый год для того, чтобы усилить исполнение желаний, усилить все вот общее состояние, когда вы просите высшие силы ваших ангелов-хранителей, когда мы все вместе соединяемся в том, чтобы попросить у Творца любви и счастья для всех жителей Земли, а вы просите лично для себя через это священное видео. Как я сказала, как сказал Христос, когда два или три из вас соединяются вместе, собираются вместе во имя моё, я всегда посреди вас. То есть, когда мы все соединяемся в общей молитве Творцу за то, чтобы желание исполнили, за всеобщее спасение, чтобы у всех было всё хорошо, тогда желание каждого человека по потребностям будет исполняться. А я приступаю к первой карте, это на работу, на реализацию своих талантов. Вот, смотрите, здесь сказано, что dreams of abundance, мечтайте об изобилии, изобилие получите. То есть, работа вам принесёт прекрасные финансы, а финансы – это изобилие. Работа, которой вы сейчас занимаетесь, принесёт вам огромный успех, шикарную карьеру сделаете. Но здесь написано тоже, если вы ещё пока не знаете, куда вам идти в карьере своей, то ангелы вам подскажут, они подскажут вам дорогу, и вы обязательно найдёте такую профессию, такое дело в вашей судьбе, в вашей мечте, которую вы будете делать с радостью, да ещё будете получать за это огромные деньги, о которых вы даже никогда и не мечтали. Это карта прекрасной карьеры, которая будет приносить прекрасные финансы. Dreams of abundance. Dreams – это мечты, abundance, изобилие. Мечтайте об изобилии, раскрасьте его красками, представьте себе, какую вы работу делаете, кто ваши клиенты, как они вам оплачивают, или же кто ваш работодатель, как он обожает, как вы работаете, как он вас повышает в должности. Представьте себе это всё как наяву, и эта мечта у вас обязательно исполнится, это вам гарантировано. А теперь будет по оси вторая. Вторая карта – это карта личной жизни, семьи, это счастье домашнее. И написано «detox your friendship». Будьте очень аккуратны, говорит эта карта, кого вы допускаете в свой родной дом. Нельзя сидеть в компании нечестивых. То есть только Христос Великий мог это делать, а мы, люди, должны избегать этого. Поэтому очищать свой дом нужно от негатива, для того, чтобы в доме своём был мир, покой и радость. Написано на карте. Детокс – это освободиться от негативной энергетики в дом. Не пускать людей, которые с вами не созвучны, которые вам желают зла. Ни в коем случае их не пускать в свой дом. Ваш дом – ваша крепость. И дом ваш будет благословен. И дом вас будет счастлив. И в доме будет только любовь, покой, взаимное доверие. Выбирайте только тех людей, которые вас как бы inspire. Это означает, что вас вдохновляют, да, вдохновляют только таких людей. Выбирайте вхожими в ваш дом. Написано на этой карте. И так и будет по вере вашей, дано будет вам. Итак, мы идём на вторую ось. И ось – это личная личность ваша, а также отношения вот здесь. Пока личность. Итак, как будет исполняться ваше желание относительно вашей личности? Смотрите, Employment Change написано на карте. И это карта вашей личности. То есть у вас будут перемены в нахождении своего таланта, своей профессии, нахождении своего жизненного предназначения. И по мере того, как вы всё больше и больше будете находить своё жизненное предназначение, вы становитесь всё моложе и всё красивее. Ваша личность будет всё здоровее, всё наполненное счастьем. Потому что только к тем приходит счастье, кто живёт с удовольствием, делает свои дела с удовольствием. И это случится у вас. Начало будет с 21 декабря, 22 декабря и на весь последующий 21 год. Вы получите этот заряд энергии, который обновит вашу душу, обновит ваше тело. Сильное, здоровое тело. Потому что вам интересно будет жить, интересно творить. Каждый день вы будете начинать с любовью. Потому что не можете дождаться утра, чтобы осуществить все свои планы, все свои мечты. И обычно таким людям творец даёт очень большую красоту и силу, физическую силу. Потому что им есть зачем жить, есть для чего жить. Итак, мы сейчас смотрим. Я сейчас уберу, чтобы было всё так видно. Это ещё самая главная ось. Это личная жизнь. Это любимый человек. Это ваши отношения в паре. Написано «Let go of guilt». И на карте есть новогодний сюжет. Вы видите, от ангела Нового года. У каждого Нового года свои ангелы. И здесь написано «Блистайте ярко». Блистайте ярко перед вашим партнёром. У вас будет возможность, вы смотрите, встретить уже вот-вот скоро на пороге новое счастье, новая любовь. Простите себе и простите другим в каких-то ущербных отношениях, может быть, в прошлом. Если человек вас обидел, забудьте это. Переступите через это. И начинайте новую счастливую жизнь. Написано «Учись из прошлых ошибок, так называемых, брать то, что может тебе помочь в дальнейшей жизни». То есть что-то позитивное. Учись находить что-то позитивное даже в каких-то прошлых неудачах. И тебя обязательно ожидает любовь и взаимопонимание, доверие с партнёром. Взаимная любовь, где нет обмана, где нет предательства, где нет измен, где есть любовь, где есть страсть, есть желание быть друг другом на всю жизнь. Вот эта карта говорит, что это у вас случится вот-вот на пороге. Особенно хорошо по этой карте загадывать в новогоднюю ночь, чтобы сбылись ваши желания, особенно касательно любви. И это произойдёт. И в новогоднюю ночь сбудутся все ваши желания. А сейчас я скажу несколько заговоров для вас, девочки и мальчики, мои любимые, всех возрастов. Именно на 21-22 декабря она, вот эта великолепная, которая один раз в 800 лет происходит, события и вход нас всех в Пятое измерение, в Эру Водолея. Кстати, вот здесь тоже на этой карте изображено, и на всех них имеется вот этот оттенок того, что вот эта Вифлеемская звезда, о которой говорила всё это время, да, и которая не была видна в 800 прошлых лет, она теперь проявляется. И Вифлеемская звезда — это вот именно соединение Юпитера и Сатурна. Когда это яркое соединение, они будут блистать на небе. И во многих странах их будет даже видно. То есть теперь уже предсказание великих восточных мудрецов о Вифлеемской звезде, которая посылает Спасителя на землю, то есть осуществляет все мечты людей, и мир пошлёт, и радость, и благополучие для всех, так, как было сказано во время рождения Христа. Наконец-то это будет происходить именно на это Рождество. Итак, мы сейчас с вами говорим, что открывается волшебная врата, и вы получаете силу. Можно сказать своими словами, открывается волшебная врата, и я получаю свою силу. Небесными волнами, морскими глубинами, водными просторами, земными горами идут ко мне удачи, идёт ко мне счастье, идёт ко мне благополучие, идёт ко мне изобилие. Сила моя пребудет со мной, крыльями меня наделил Всевышний. Врата в мир открыты, врата в большие деньги, в благополучие. Открывается теперь врата вашей реальной жизни, и эта жизнь будет очень счастливая. Теперь жизнь будет наполнена смыслом, теперь жизнь будет наполнена любовью. И теперь вы получаете вот такие дары, такие подарки от самого Творца. И именно через это видео вы получаете благословение, которое посылает вам Высшая Сила, наделяет вас особым смыслом, и ваша жизнь, ваше бытие, то есть бытие святых, да, вы теперь священный человек, потому что вы пришли в следующее измерение, в пятое измерение. Небо ясное, солнце красное, дожди светлые силы земли, приветные, как вся зелень от солнца жизнью наполняется, к свету тянется, цветами раскрывается, так моя жизнь расцветает, от невзгод избавляется. И вот это будет заклинание на весь год. Можно включить это видео, произносить это заклинание, или просто послушать, тоже хорошо, и будет ваша жизнь наполняться любовью, исполнением желаний. А теперь можно помолиться ангелу своему, то есть вместе с ангелом помолиться Творцу. Ангел со мной, ему ведом мой путь, удачу мой ангел несет, и всю беду забирает, и от всей беды меня спасает. Да будет так во веки вечные. Аминь. А сейчас именно на востоке засияет эта звезда слияния Юпитера с Сатурном, и звезда с востока засияла. Мою судьбу освещать стала. Иду смело в ее лучах, позабуду боль и страх. Мечты сбываются, и все враги разбегаются и уничтожаются. И вот так этот огонь тоже избавляет от негатива, очистит вас от любого негатива. И как дерево, вершины в облаках, так теряется вся негативная энергетика, уходит навсегда, а сила возвращается. А сейчас, скажем, Луне, благодарю Солнцу, благодарю Венере, Юпитеру, благодарю Сатурне, Марсу и Меркурию, потому что это все ипостаси Творца, которые проявляются в нашей Солнечной системе. Луна со звездами за сильными морозами январскими. Тоску не храните, беду от меня отведите, и теперь будет вся беда от вас уходить навсегда. Как солнышку рады люди, так меня встречает любовь, радость, счастье, благополучие. Лунным светом, звездными дорогами буду я идти вперед, а не тревогами. Все тревоги остаются в прошлом, а идет дорога счастья. Силами природными, хороводами звездными, мы имеем в виду звезды здесь, силами природными, хороводами звездными, Солнцем и Луной, Марсом и Венерой, Юпитером и Сатурном, Меркурием, звездными хороводами, Солнцем и Луной, Венером и Марсом, Меркурием, Сатурном и Юпитером, освещается моя дорога. И да буду я счастлива, и да буду я любима, говорите я, это имеется в виду вы, вы своим именем активируете это видео, и оно именно для вас будет волшебным и чудодейственным. Вы выбираете ту реальность, которую вы задумали. Не забываем о том, что будущее многовариантно. Творец всегда нас поддержит на нашем жизненном пути, а путь мы выбираем сами. Но именно в это время путь нам показывает удачливый путь, показывает вот слияние этих звезд. И мы выбираем ту реальность, которая созвучна с нашим счастьем. Мы выбираем счастье, и наш мозг начинает учиться, как к этому счастью идти. Здесь сила ваша расположена. Здесь именно на этом видео сила с вами всегда пребудет. Сила здесь звездами положена, землею утоптана. У каждого свой знак, девочки, у каждого свой знак по Солнцу, у каждого свой знак по Луне, но все 12 знаков есть в вашей натальной карте. А сейчас поклонимся Всевышнему, который представлен через все 12 знаков в вашей жизни, чтобы не прошел враг. Чтобы никакая беда вас не коснулась, чтобы впереди было только счастье. Открываются волшебные врата, открывают вам вашу силу. Небесными дорогами, морскими глубинами, водными просторами, земными горами входим мы в состояние любви, счастья, благополучия. Да поможет нам всем Сатурн, да поможет нам всем Юпитер, их великое соединение, которое идет к самому Солнцу. Силы мировые, мировое сообщество, космическое сообщество, приветствую Землю в новом измерении. Это новое измерение наделило крыльями всех нас, наделило крыльями всю нашу Землю, открыло врата к пятому измерению. И теперь все будут счастливы, кто перейдет в это измерение, а перейдет только чистое сердце. Обеды все останутся позади. И крепкими рядами мы соберемся. Все мы будем просить у Всевышнего благополучия, любви и счастливых финансов, счастливого продвижения себя. И ветками еловыми зелеными, ветками сосновыми зелеными Рождество встречаем, окружаем живой стеной у себя и обожествляем всю нашу жизнь, охраняем себя от негатива, всех наших родных. И беды вдаль унесутся и никогда больше не вернутся. И беды вдаль унесутся, и беды никогда больше не вернутся. И беды вдаль унесутся, и беды никогда больше не вернутся. А я благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит. Сейчас это ваше время от любого негатива. Я благодарю Творца за то, что у всех моих друзей будет исполняться все ваши желания, и вы будете счастливы отныне и на веки веков. Еще будем видеться, приходите на мои видео для того, чтобы с пользой для себя провести время и побеседовать с верным преданным другом в моем лице. А я вас всех обожаю, люблю и буду ждать вас на новых видео, а также на мои старых, потому что мои старые видео тоже заряжены энергией любви и помощи вам всем, друзья. Я желаю всем успеха и любви. Я хочу сказать в конце, что когда вы делаете вот такое заклинание, это очень сильная молитва, мощная, это церковная белая магия, я работник света, и это точно для вас работает. Можно пить воду даже во время ритуала, желательно не есть хотя бы 10-15 минут до ритуала и после ритуала. Желательно постараться этот ритуал делать с верой, надеждой в сердце, с уверенностью в том, что все будет хорошо. Все дурные мысли нужно просто как бы позволять им уйти, не привязываться к ним. И если у вас есть напряжение какое-то, не волнуйтесь, это значит какой-то страх. Продолжайте делать ритуал. Во время ритуала страхи все уйдут. А я вас буду видеть на моих следующих видео, друзья.